Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 330. События дня. Послание святого апостола Яковлевича 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это в Новом Завете. Вообразим, что у нас появился такой священник или архиерей, все-таки это апостол. И вот он выходит и обращается. Обычно где обращается? В храме. На площадь ни один епископ не пойдет. Нет. Если кто-то где-то выступает, то это просто из ряда вон выходящее. Я даже не знаю таких, но могу допустить. Может быть, такие и были. Восторгов был такой священник. Тут же его прямо на паперте расстреляли на крысе. И проходящий матрос еще и голову полностью развалил ему прикладом. Он стал их обличать. Прелюбодеи и прелюбодеицы. Прелюбодеи это изменник, муж. Прелюбодеицы это жены. И такими жены, которые детей наживают без мужей, они называются на букву «Б». Определенно, четко, ясно. Нет другого названия у них. И вдруг к прихожанам своим обращается епископ и называет их. А сейчас как? Дорогие братья и сестры. Сестры. Да нигде в Библии нету, что обращались к сестрам. Братья есть. Я вручную, когда не было симфонии, на неканонические книги, все это пальцем вводил и считал, сколько. Больше сотни намного. Есть тогда было, кажется, 116. Но братья и сестры нету. Ни одного обращения нету. А братья и отцы, отцы братья, вот я больше сотни. А обращения братья и сестры ни разу нигде. Но так обращается патриарх, так обращаются епископы. Практически я ни одного еще не встретил, который бы смотрел в Библию. Что так нельзя обращаться. Нельзя? Если в Библии нет, что ты выдумываешь-то? Где ты нашел слово проблемы? Или о Боге говорит спасибо тебе, Боже? Да Бог тебе что? Кирюша на соседнем дворе. Помог тебе, говорит, картошку привезти с поля. Спасибо. Где ты видел? Ну найдите. Держите в руках Библии стих там, ты это осознаешь. Спасибо, православный не скажет. Они все-таки молитвы, знают, считают. Или пожалуйста, Господи. Где вы видели пожалуйста к Богу? Слово Бог есть и обращается Бог. Как? Если обращается, то в звательном падеже Божия. Это надо смотреть это все. Вот четыре столетия. Пятый век начинается. Пятый. Иоанн Златоуст. Самый плодовитый из святых отцов. Двенадцать томов. Где-то по 880 страниц каждый том. Я их насчитывал. На нашем сайте стоит это. Насчитывал. По сегодняшний день другой насчитки пока еще нет. И потом составлял симфонию. Я его прослушал около шести раз. Ну, двенадцать на шесть умножить, а цифра 72 выскочит. Тома. Ну, ты понимаешь, что еще ты споришь-то, когда ничего не знаешь-то. И ни разу нигде не говорят братья и сестры. Но Василий Великий. Василий Великий ни разу не говорит. И прям серия четыре тома. Ни разу. Ни один отец не называет братья и сестры. Почему? А нельзя. Жены ваши в церквах домолчат. Сектанты все подряд говорят. Они не знают. Жены раскудлаченные стоят там на голове. Там кое-где наденут что-то такое вуале. Волосы просвещат. Ну, посмотрите, как одевается на нашей общине. Гляньте. Посмотрите на рисунках художников русских. Поленова. Мужчины все в поясах. Все с бородами. Бритова ни одного. Сурикова. Низамай. Репина. Ну, посмотрите, маленько гляньте. Раскройте глаза, ослепленные грехом и надменностью. Это не гордыня. Все священники, братья и сестры говорят. И ни один не объяснит, что это не знание Писания. Если ты обращаешься к ней, к женщине, значит, она имеет право ответить. Раз ты к ней обратились. У нас было такое. Батюшка обращался. Еще-то зачем-то. Я им всем выговорил. И все это прекратилось. Когда у нас бывают трапезы, приносили сало свиное. Колбаса. Ну, а в ней свинина. Все запретил, и нигде нету этого. А то ничего нельзя сделать. Я на это отвечаю. Да ничего еще и не делали. А начни и получится. Ты даже не знаешь, как Бог благословляет. Прелюбодеи и прелюбодейцы. А сегодня ласку любят. Внимание любят. Ой, да грубые слова сказал. Да какие-то я сказал. Да сказал. Ну, ты, мэри, посмотри. Писание-то что говорит? Прелюбодеи и прелюбодейцы. Это он посылает послание. Послание пишет-то не во дворец Нерона. Своим. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Другого имени нет, если дружат с миром. А это не дружат с миром. Безможенно живают детей ни один, ни два. Ну, маленько, так мяньте. Такие Б. И они все стоят тут, в алтаре, перед алтарем. И священник-то их исповедует и причащает. Абортисты, девяносто, наверное, девять процентов может быть. Прокуроресили абортами, товаровцом с работы, тащили все. А теперь, а теперь стоят. Стоят и Бога не знают, и Писания не знают, и ничего. Священнику, либо свечки покупали. Пришли в бизнес-контору. Пробери их как следует-то. Дай им настоящее имя-то. Чтобы написали на себе. Прелюбодеи и прелюбодейцы. А у всех что? Главное у всех. Это оправдание. Самооправдание. А как? Ну, видно, сделано же. А это не я, это он. Как показывает котенок. Встречает родителей. Разбитая люстра. А я не знаю котенок. Она сама упала. Упала сама. Дети также разбили. Разбили. Кто разбил? Не знаю. А двое ребятишек маленьких. Кто разбил вазу? Не знаю. Отец тогда по другому пути пошел. Ой, как красиво разбили. Тут осколки. И там ручка сохранилась на осколке. Это я, Пепа. Сразу я. Так вот. Я не... Ну, книга Генниса. Там такие рекорды где-то ставят. Вот. Рекорды. Кто дальше плюнул? Рекорд установила женщина одна. В течение дня со сколькими мужчинами совокупилась. Как она предварительно гимнастикой занималась. Чтобы выдержать. 270 мужчин пропустила. Ну, ясное дело, что безумие полное. Говорит-то даже срамота какая. Ну, виноват ты, Адам. Не брал ли ты с дерева? Бог не говорит, согрешил. Он еще не знает. Ну, дерево ты знал нельзя. Жена дала мне, я ел. А за этим стоит что? Ну, Библия-то не полностью все слова говорит. Может, он сказал, я не просил, ты мне сам ее дал. Ты же знал, что она такая тварь. Меня затащил. Адам, ну ты-то мог ей полбу-то стукнуть, остановить ее. И все. Государство может управлять любая кухарка. Да кухарка вот-то с кухней поленом по лысой башке-то взвякнула бы, и все. И революции не было. К слову сказать, сегодня 7 ноября. И все, революции не было. Не было бы 100 миллионов жертв. А Адам-то больше все грешил. За это время умерло более 100 миллиардов человек. И все вот в этом повороте. А виновата ты. Виновата ты. Ева, что ты сделал? Я? Я нет. Змея, зачем ты его запустил? То есть везде все складывается вина на другого. Вот так вот рука все время показывает. И Господь сказал, сущок-то видишь? Да вот увидели. Это у Бога сущок в глазах увидели. Ты сам сказал, ты сделал, ты дал. Змея запустил. Почему охраны в рай не было и прочее? Это змей. Змея даже Бог не допрашивает. Он там уже допрошен был. Он пал, он поднял восстание. Первая революция там была. Главный революционер – рогатый, хвостатый с копытами. Что забываете-то? Вы нарисуете его рядом с этим самым главным грешником. Все разные Наполеоны, Аларихи, все, которые пришли, которые нападали, которые разрушали. Все эти там орланы, щингисханы – это все маленькие ложки, вожки по сравнению с главным преступником Ульяновым. Ему и места нигде нет. Его земля не принимает и не дает плода. Это Новикова говорила, артистка Новикова. И она это понимает. И все это официально говорено, как отец Дмитрий Смирнов говорит. Его испепелить и на земле пепел не оставить, а где-то в космосе распылить только. Жестокость какая. За что княжен великих расстреляли? В чем царь виноват перед вами был? Я уж попутно все сказать, потому что на это прелюбодеи и прелюбодеицы. Православные, Ульянов крещеные, а отец был смотритель, по-нашему сказать, звания генерала, смотритель училищ, но не ниже полковника. Прелюбодеи. А когда к Иоанну Крестителю пришли змеи по рождению Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Гнев. И все, там не видно, что оправдывается. Нет, потому что вот когда говорит так, сразу припечатали, все понятно, изменится. И вот недавно встречает, ну бывает человек согрешил, и он себе оценку дает неправильную. Ну, а чем я хуже других? Вот я рассказываю, все один монах грешный, супергрешный, гипергрешный, там то другое. Ну, слова. На деле, если бы ты себя таким-то осознавал, ты бы глаз не поднимал, ты бы пальцем атак не показывал, он виноват, что я супергрешен-то. Одинаковые условия Бог всем дает здесь. Условия какие? Земля, воздух, вода. Ты жил на этой земле, люди спасались. Почему ты не спасся? Златоуст так объясняет. Если один спасся в Советском Союзе, при Советской власти, на Советскую власть уже не показывайте. Ты мог быть другим. Ты мог пойти на Голгофу. Ну, обычно люди скрывают, какой он есть. Показать себя в лучшем свете надо. Ну, так это просто и понятно. А вот есть люди, которые прямо себе пишут. Я блудник. Ну, покажите, где это есть. И вот на днях недавно встречается человек, а я его очень хорошо знаю, который уже разменял девятый десяток лет, курит больше шестидесяти лет, многократно женился. Всю жизнь был прелюбодеем. Всю жизнь. Всю жизнь. Повторяю, я его очень хорошо знаю. Сам-то по себе человек хороший, богатырь. И, наконец, вот, как Бог, говорит, шельму метит. Присылает или покупает немецкую майку. Это, не майку, как назвать, джемпер или что-то. Футболка. Футболку. Вот футболка. Ну, с надписью бывает где-то. И он везде всех видит, виноват, виноват, виноват. У него палец засох на этом. Где-то. Капризник страшный. Что они по нему? Что-то там компьютер не залабилось. Он его в дребезги разнес, и стол, который даже, из стола выкинул все. Если что-то начал делать, и что-то сломалось, он подряд все выкидывает на улицу, и все. То есть бешеный. Абсолютно. Просился потеряевку. Мы его не приняли. Почему? Курит. Пьет. Матерится. Ни по дому условию не подходит. Но у него в мыслях. У них денег нет. У меня деньги есть. Я построю дом, гостиницу построю в потеряевке. А мы ему отказали. Накормили, напоили, ночевал, да и отправили домой. Он простить не мог. Наши выходят с книгами. Находили на продажу. Он подошел. На Игоря Дугунова. Давай материть его всяко. Материть. Верующий знался с большими людьми. Со мной вместе был у Александра Меня. Возил Дмитрия Дудко, самый знаменитый священник где-то. А делал свои дела. Сыграть их. И подрома живет рядом. Не вылазил. И здесь от нас приехал в потеряевке. И у него сколько было? Полтора миллиона или два. И пошел и все просадил до копейки. Это уже сейчас здесь. И вот это что интересно. Он-то себе высокую оценку дает. А языка-то ни одного не знает. Покупает майку. Это футболку эту. Или подарили ему там. Неважно. На широкую его матросскую грудь. И написано. А он не знает, что написано. И бень шайся. И вот гадает кто что. А другому кажется, что не шайся написано, а шисся. Он говорит, это стрелять. Выходит, я стрелок. Ихбин, он говорит, я знаю. А он не знает, что такое шайся-то. А меня там не было. И один говорит. Игнатия-то нет. Он бы перевел нам. А другой говорит. Да что он знает Игнатия-то? Говорит, уже давно он не занимается. И он правильно сказал. Это 50 с лишним лет назад. Но я говорил проповеди в немецком собрании на немецком языке. Маленько, значит, стямал. С американцами говорил. За два часа беседы тогда на английском языке я за собой заметил две ошибки. Немножко, немножко там. Занимался испанским, французским, греческим, латышским. Мало чем занимался. Но тут я посмотрел и поверил. Игнатия-то, Игнатия-то, да не может быть. Я позвонил. Здесь у нас есть главный гуманитарный университет. Старейший. Первый университет в Алтайском крае. Алтайский государственный университет. Преподаватель немецкого языка. Я ее хорошо знаю. Настоящий верующий человек. Я говорю, и меньшайся. Как переведете? Ну, это знаете, она скромная такая. Ну, это вроде навоз. Ну, кто так говорит, когда я навоз? Или другого. Ты навоз. Это все равно, что подойти. Киргиз продает там котлеты. А русский подошел и говорит, а что у тебя котлеты-то там? Одни сухари. Зачем сухари? Одни. Много сухарей. Ну, ты чурка, не понимаешь. Чурка, ты сам дрова. Ну, так же нельзя разговаривать. И во-первых, он не чурка. Ну, и проще такое. И большайся. И рядом внизу рука, изображена пальцем. Видите, это... А он, дубец шульды. Я записал в словаре, посмотрел на кипеде. И она многозначна такая. А в этом виноват ты. То есть, ты должен, из-за того, что я такой стал. То есть, он все время обвиняет. А у него написано, я говно. Это надо выйти с такой футболкой. Да в интернет. И сейчас везде. И это высветило. Дерьмо. То есть, он дал себе оценку, и Бог его запечатлел. Ну, не я же надевал на тебя футболку. И жизнь-то свою ты поганую знаешь. Знаешь, с такими священниками потянуться в Баптисты, оттуда в Мормоны, там быть старейшинами. Я говорю, зачем ты туда поперся-то? Деньги хорошие платят. Там две тысячи, кажется, долларов в месяц. То есть, ну, никакой. Совершенно никакой. И, ну, тут голову поднял бы, не поднял бы никуда. Главный кумир Осипов. Разрешает бритый быть. Все разрешается. Я попутно говорю, прелюбодей и прелюбодейся. Да копни, не один же этот человек-то такой-то. Ну, и все время палец застывший. Это виноват я. Это самая конструктивная, созидательная программа. Я виноват. А это самый негатив. Он везде видит. Все видит. И что самое интересное, он-то меня хорошо знает, и очень хорошо помогал квартирой, когда в Москве мы были. Ну, хороший человек-то. Я его по-другому не назову. Но злоба, вот эта гнусная жизнь, гнусная, она буквально все ослепила. И вот он ко мне прикапывается. В разговорах я, я только краем уха слышу, что он говорит. Непрерывно ко мне подкапывается. Ну как, ну мы сильно-сильно-сильно разные. И он, Игнатий запрещал работать на советскую власть. А так, на работе. Но в то время, как я бы запрещал, когда сам работал, я 35 лет стажу по трудовой. Ну он же это знает хорошо. Мне не давали работать. Это ему говорят, да ему не давали работать. Мне не давали, я освободился. Ну, а советская там власть заботилась о освободженных. То есть специальный был человек, по какому-то району проходишь, и там из милиции. И человек, который занимался устройством на работу освободившихся. Я был в Женодорожном районе, вторая строительная, 62-16. И в этом районе там майор был Евгений Венс. Ну, хороший просто милиционер. Не потому, что я люблю милицию, но потому, что справедливо сказать-то. И он говорит, не устроились. Я говорю, нигде не принимают. Что за штука, говорит. Я, говорит, всех своих уголовников пристроил, вас не могу. Ну, статья политическая. А и пошли мы с ним. Обошли 18 предприятий. Где-то он звонил. 18 предприятий нигде не приняли. И при том, я прораб, я строитель профессиональный. Нигде не принимают. Никак. В одном месте было устроился, я помню, кажется, в РТИ, резинотехнических изделий, в охрану. Уже все прошел. Бац, отказали. В одном месте пошел. Приняли. Все, во второй смену выхожу. Прихожу. На втором этаже отдел кадров. Пришел. Баптистская рожа. И он мне трудовую в окно вот так выбросил. За мной в КГБ гонялись. Шесть часов я счистился на работе, но на работу не вышел. Они не давали мне работать. И решение все-таки было принято. Как меня пристроить? Работать только в охране. И только в своем районе, во вневедорственной охране Железнодорожного района. Меня там приняли. Как я благодарен, что так было. У меня сразу появилось много времени. А тогда нельзя было. Тунеядца. Два дня не работал. Тунеядец. Два дня всего только. А я освободился в 80-м году. Второй раз был арестован в 87-м освободился. Уже вроде какой-то ветерок подувал. Перестройка шла. И в это время вот такое было преследование. Жена работала в Алтай-Трансстрою. Уборщица. Уборщица. А она учительница. Трудовой нигде не давать работать учительницей с детьми. Выгнали из школы. Мало того, меня посадили, ее вместе с ведром с тряпкой выгнали с работы. Вам нужно страдания, верующий, вот вам полной ложкой. Вот ведь как было дело-то. А я не хотел. Выступаю у них по рации. В это время я веду три программы, меня приняли. Три радиопрограммы. Две в прямом эфире. Одна воскресная, часовая. Часовая? Я говорю, часовую проповедь. Ну, найдите, кому Бог дал, открыл двери-то. То есть меня зажать они не смогли. Не смогли. Бог так сделал. А этот, который в Ласов, политработик, в дальнейшем будет представитель или федеральный инспектор по Алтайскому краю. Представитель президента. Его главная фигура от президента Российской Федерации. Он поставлен здесь был. Ну, только христианином быть. А может, он и христианин тайный был. Ну, ни одного слова. Тот, кто матерится, он нет. А все. Ну, такой спокойный, размеренный голос и улыбка. Милиционер, политотдел. Как же тебя туда занесло-то такого? А может, он для того там и был, чтобы меня дождаться? Вот какое дело-то. А это прелюбодей. Он нападает на меня. Ну, я совершенно, ну, в другом, говорится, в другой весовой категории. Я запрещал работать. Подносоветскую власть. Я так ахнул. То есть, вот ничего не... И когда такое говорят, я благодарю тебя, кто это сказал, значит, ничего подыскивается прям за каждым шагом. Вот везде. Мои ролики смотрят и подыскиваются. У самого ничего, конечно, нету. И все у него не ладится, что-то с этой аппаратурой. Значит, ничего за мной нету. Зачем бы ты придумывал-то? И дальше что-то там еще такое. Еще там какая-то несуразница такая. И тоже по работе. Я там что-то делал или... Ну, что-то... Ну, такое прямо никуда, а что с пьянством. И говорит, все-таки, говорит, нельзя курить. Так я сейчас вот сижу, допиваю последний стакан. Пол-литровку выпить белого, ну, не вина, а секеры этой, водки-то. И нужды никакой нету. По сегодняшний день в этом состоянии. То есть щетина его, бороды нету. А потерявку хотел? Да я бы бороду отпустил, не ругался, не матерился. Вроде бы приняли только меня. Да что ты дуришь-то? Кто ж тебя исправит-то? Веры нету. И так я, если он будет слушать, и скажу, что ты для меня многое сделал. Главное, что сделал-то? Принимал, когда мы останавливались в Москве. А я ездил там шесть человек, восемь всегда. У меня всегда была свита. И он давал телефон, и мы на телефоне, и там по всей Москве где-то. Это он говорит, и все по дуре. Почему? Сознаться надо, прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Скажи, сколько денег просадил на ипподроме? Сколько на этих тотализаторах разных-то? Тоталитарная секта-то? Вот она где секта-то. И главное, Осипов, кумир. А что, бриться, исповедоваться, чтобы не сделал в этот же день и причаститься. Никакой эпитемии, никаких канонов. Ум поврежденный. Каждая выпивка отнимает, как Ждана, там другие подсчиты. Ученые подсчитывают. 750 тысяч клеток отмирает. Представь, что там в голове. А у человека-то всего только 120 миллиардов клеток. Миллиардов. Но голова-то что? Череп их, шкура натянута без волос. Вот. Это за шестое, я говорю. Становится врагом Бога. Это враг Божий. Враг. И этими врагами наполнена церковь, храмы. И вот они, пальцы. Ты виноват. То есть, я говно, но виноват ты. Слово шульд означает должен. Такой смысл имеет. Виноват ты, что я такой. А нужно вот так повернуть палец на себе и сказать. Я мог быть другим. Это у Жан-Поля Рихтера есть там написано. Новогоднюю ночь. Старец стоит у окна. И смотрит, как люди встречают, поздравляют друг друга. А он вспоминает, сколько раз женился, блудил, воровал. Пропивал. И слезы текут по щекам. И я мог быть другим. Вот об этом подумать надо. Я мог быть другим. И когда схватил голову руками, плакал, ладони отнял. И вдруг видит сам себя. И что это всего лишь сон многоновогоднюю ночь. Повторяю, Жан-Поля Рихтера. Никто, может, не читал его. Но этот рассказ хорошо рассматривает Белинский, Виссарион Григорьевич. Надо просто себя посмотреть. И он как рад был, что жизнь начну по-другому. Это нельзя начать. Нельзя, чтобы Барс пятна свои убрал. Не может изменить. И феоплянин кожу свою. Что Христос сделал и дает новое рождение. И ты родишься не феоплянином. Во Христе Иисусе. Ну и дальше вот эти места прочитайте. Кто любит этот мир, такими делами занимается. Кто мне от любви очень. Первая заповедь написана. Люби Бога. А не, нет. Он Бога не знает. В девятые десятых лет. Понимаете, как Бог показывает. Что? Кто чтит отца и мать. Были же долголетия на земле. Тут я не знаю. И главное, что на меня натыкаются эти люди. И подыскиваются. Главное. И ничего я им плохого не сделал. Но это благо для меня. Я благодарю за нападки. И молю, что Бог не именил этого безумия им. Все, что в мире есть. Что похоть плоти. Похоть очей. Увидел где. Майку-то проглотил. А сейчас вижу, майки нет на нем. Он снял. То есть. Но дерьмо-то это никуда не делал. И всему миру показывал, что я прожил жизнь. И превратился сначала гнил. Сначала падал, ковылял. Но обе ноги хромал, как порог Илья говорил. А наконец превратился в говно. Это Ленин так сказал. Интеллигенция. Говно. И все так написано в трудах. Но это не интеллигенция дошла до этого. И всему миру показываешь. Не я тебя таким показываю. Я и не называю, в каком городе это было. Где. Кто. Ну. Это многих касается. Потому что что? Вот это гордость житейская. Я не признаюсь. Я не хуже. Зачем бы он на меня лепился-то? Я уж объясняю просто его выступление. Комментирую. Но не есть от отца. Но от мира сего. А мир это враг. У нас три врага. Сам ты себе враг. Вот так палец повернул бы. А что такое раскаяние? Это гнев направленный против самого себя. Вот это раскаяние. Гнев на себя. Не на другого. Не на меня. Иоанн 15.19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы своего. Любят все. А как вы не от мира? Но я избрал вас от мира. Потому ненавидит вас мир. Я мог бы даже одно стихотворение. Но я не думал, что оно мне тут. Даже внезапно так вспомнил. Как-то закрыть надо. Это вот мои документы. Теперь здесь Word. И 1 по 16. У меня 33 тома. 30 открытым оком бумажной версии. И вот надо здесь напечатать. Ак. Все. Вот так. Найти стихотворение он написал. Нашей верующей знакомой сестры, муж. Вот так. Не в раз ты найдешь. Значит, это было позже. Даже надо посмотреть еще. Нет. Это выходит нету. Еще раз попробую зарядить. Нету. Это означает. Нету. Что тут означает? Означает, что в других томах. С 17 по 33 том. Я в два файла слепил. И теперь легко искать. Зарядил. И все. О. А почему-то ее нигде не отобразилось. Даже не знаю. Ну, жалко, конечно. А почему не отображается нигде? Может, я его фамилию не так... Наверное, потому что вместо Е надо поставить ЙО. Ага. Вот он. Аксена Петаля. Аксена. Ну, это тогда на то. Вот видите, еще. Буква ЙО. Я везде пишу вместо ЕЙО. Солженицын, когда давал наказы, что печатать будут его заново труды, то, чтобы только буква Е была везде на ЙО переведена. Вот так. Сейчас я подскажу. Вот как раз тихотворение такое. А ты человек один, имея дети, важное. Но он один. Один. Совершенно берегом. То есть ни с кем не мог ужиться. Ни жен нету, а все жены живые. Остался один. И поэтому один он квасится сам себе. За то, что ты в таком положении оказался, за это, златоуст говорит, ответишь, что ты один. Один. Все в свою утробу только кидать. Пенсия у него раза четыре больше моей. И все не хватает. Так. Вечерний час на стареньком крыльце Сидит старик потрепанного вида. А на его морщинистом лице Застыла то ли грусть, то ли обида. Это она, верующая, принесла. Говорит, мой муж, пишет стихи, но и напечатали. На всех обиду носит этот дед. На старых, на соседей и на новых. Обижен он на тех, кого уж нет, И на живущих, близко и знакомых. Обижен он на братьев и сестер, Что разбрелись давно уже по свету. Обиду он тут носит с давних пор, И до сих пор для них прощения нету. В душе его обидам счета нет, И каждую забудет он едва ли. Они копили в сердце с детских лет, Ну, а позднее пышно расцветали. Ну, раз она не брошена никуда. Мне понравилось стихотворение, я взял и дописал. В седьмой десяток лет старик живет, А правильнее будет, доживает. Обида сердца дедово грызет, Вернее, не грызет, а догрызает. Я подправить могу. В девятый десяток лет старик живет. Ну, интересно. И белые вороны средь людей Сидит он на крылечке одиноко, Семьи нет у него и нет друзей, И оттого страдает он жестоко. Вот прям биография ему. И до сих пор не может он понять, Что все его тревоги и мучения Лишь от того, что не умел прощать, Как не умел и сам просить прощения. Вот видишь, Аксенов Йо стоит. Рината Сехотворения я дописал. Все от того, что не познал Христа, В компартии когда-то надсажался. В системе той был винтиком верстак, Теперь в корыце плещется ли жалость. Он был коммунистом у нее. Перекрестившись, сделай первый шаг, Жене и прочим с кем не сосчитался. И верь, бессилен дьявол помешать, Хотя, как видится, принял тебя с измальства. 11 мая 5-го года. Это вот у меня сразу припомнил. Ну, у меня еще припоминать, потому что 33 тома по 752 странице. Вот, Аксенов. Да, Аксенов у него не только этот стих, У него есть и другие. Кто она такая? Вот это адрес, село Тагул, Улица, все указано. Ну, мне понравилось. Вот, написал. Еще, может быть, где-то. Вон, хорошие стихи попутно. Могу даже показать. Это 33. Сейчас, минутку. Прошу прощения. Его стихи. Вот он пишет. Заметь, некоторые не знают. Виталий его звать. Хоть тяжело утрами мне вставать, Спина болит и сердце сейчас становится, Но я себе пытаюсь доказать, Что жизнь моя еще чего-то стоит. Тут тоже. Уже в пенсионерах состою, Но не забыл я молодости танцы, Порой песни юности пою И русские старинные романсы. С охотой, как прежде, я дружу, Хоть нет уже давно той прежней мочи, А путь мой, по которому хожу, Становится короче и короче. И спорт не забываю я пока, Как зритель не могу стоять в сторонке. Опять достал я лыжи с чердака, Готовлюсь помаленьку к лыжной гонке. Пытаюсь к экстрасенсам не ходить, А превозмочь и немощь, и усталость, Не проскрепеть, а по-людски дожить Те годы, что прожить осталось. Мне помогает в этом Божий храм, Там оставляю немощь и тревогу, Когда молюсь иконам и крестам, И возношу хвалу усердно Богу. Да еще Виталий Николаевич, А я ему написал стихотворение. Конечно, храм, иконы и кресты Не есть евангельская вера, А прелюдия к Христу, И не пускаться на распыл, Что по привычке с юности мы любим. С утра пораньше позабыв про старость, В молитве благодарность умножая, В воспоминания отнюдь не ударяйся, Хотя и сладостно поры Беспутной жала. Дай Боже сил другим благовестить, Твою любовь Голговскую восславить. Жизнь позади, Закончим здесь гостить. Мои дорожки, вещи остаются с вами. Это я ему добавку такую сделал, Стихотворение. Вот так. Вот еще написал он стихотворение. Живут со мной рядом два соседа, Один имеет добрый особняк, Богатый он, а у другого деда Не дам хибара, Тот сосед бедняк. Вот это для себя я имею в виду. У первого хорошая машина, Постройка, А в старае у него Рогатая и прочая скотина, У бедного же нету ничего. Богатый жить не может без работы, С утра до поздней ночи занят он, У бедного важнее нет заботы, Сходить, купить к соседке самогон. Весь день богатый, Пилит и строгает, Навоз таскает, Полит огород, Бедняк же до обеда отдыхает, Потом на речку с удочкой идет. Живут со мною два соседа рядом, Я брал пример с трудяги мужика, Теперь все чаще Замещают взглядом Бездельника соседа бедняка. Живет бедняк, Не ведая тревоги, Не стонет, как другие мужики, А ежедневно торит три дороги, До церкви, До соседки, До реки. Не ропщит он в жилье своему богам, А стопку выпив песенки поет, С молитвой общается и с богом, И счастлива тот человек живет. Спокойно ждет он райской жизни вечной, И хоть его я веру не пойму, Но вижу, что сосед живет беспечно, И кажется, завидую ему. Вот на этого похоже. А я пишу, Завидовать же нечему, Ленивым, Заказан путь в приличные места, Патриархийный храм, Не божья нива, Богатым будь и жертвуй для Христа. И вот в стихе я поместил в своих книгах. Вот. Он еще пишет стихотворение попутно. Вины моей, поверьте, Это он все пишет. Какое еще? Ага. Вот он где пишет. Вины моей, поверьте, нету в том, То есть я не виноват, виноват, Что неудачно у меня жилище, И что дорога под моим окном Ведет на деревенское кладбище. Жилье мне это дал райисполком, Хотя, хоть было получить совсем непросто, И двадцать с лишним лет прожил я в нем Всего лишь сотни метров от погоста. Но тот погост тогда я не глядел, Другие были цели и заботы, Стремился переделать кучу дел, Не уклоняясь от любой работы. Теперь на производстве не служу, Пенсионером век свой доживаю, И о знакомых часто я тужу, Когда в последний путь их провожаю. А музыка с дороги, как на бат, Не позволяет надолго забыться. Я иду, хоть сам тому не рад, С очередным покойником проститься. Хоронят, где березы высоки, И чаще ложат у боярок с краю, И разуму и сердцу вопреки. Я для себя местечко выбираю. Как темный лес грядущие года, С людьми гадаю, долго ли мне общаться. А если жизнь покину навсегда, Кто из друзей придет со мной прощаться? Как жаль, что домик мой не у реки, Я б каждый день ходил тогда рыбачить. Ко мне бы приходили мужики, А жизни и рыбалки посудащить. То есть к мертвому уже. Ну а пока у кладбища живу, Последний путь знакомых провожаю, И каждый день во сне и наяву Я бабушку с косою поджидаю. Бабушку с кавычками. Вот 4-7-3-го года написал Аксенов Витальников. А теперь я ему пишу, добавляю. Аксенов мог иначе рассмотреть И домик свой, напоминание смерти. Без веры в Бога, всюду только смерть. По-христиански бы ее к себе примерить. О, если бы душа его познала, Что для искупленных Христа страдания дали, Тогда безглазую не ждал ее оскала, Как бывший коммунист, пенсионер Виталий. И вот еще одно стихотворение его. Сегодня небо сумрачно дождливо, Промозлая погода, как вчера, Но толпами народ неторопливо Идет на кладбище с утра. По одному из семьями приходят, Торжественно шагают, не спешат, И тропками знакомыми находят Могилки, где их близкие лежат. Здесь скорбное услышать можно пение, Кто плачет, а кто тихо крестит лоб, А меж могилок, словно привидение, Туда-сюда шагает местный поп. Шумят под ветром голые березы, Позднее оденут зелень и наряд, А у могилок, не скрывая слезы, С усопшими живые говорят. Не голосят сегодня, не рыдают, А те, кто перебрался на тот свет, Лишь стопочкой и словом поминают, Кого на этом свете уже нет. Средь праздников, пожалуй, Самый главный вот этот день, Что раз бывает в год. Он как советский, как и православный, И праздник этот свято чтит народ. Я дальше пишу. Под стать аксенову неверующий люд, Подобие бездушного создания, Гробы, ходящие на кладбище, бредут, И ждут, когда же их черед настанет. И не поможет поп бредущий меж могил, Когда бы Иисусе не словечко, А надобно бы веровать, Что он нас искупил, Любовью возлюбил во веки вечной. Вот попутно все стихотворения, Видишь, еще он может равняться. А там у нас еще можно сказать ничего. А у меня на все есть. Вот. Попутно сказать. Теперь я возвращаюсь сюда. Господь, говорит, передал слово твое, Мир их возненавидел, я знаю. А что бы меня ненавидели, Если бы у меня не было Евангелия, Не благовестовал. Вот. Я православный. Михаил Кальмаев посвящается всем ушедшим. Из православной церкви. Вот это. Посмотрите. Так. Нажмите Ctrl и наведите курсор. Щелкните и сразу откроется. Вчера мне скинули такое. О грехе человекоугодия. Выходит из храма после службы две прихожанки. Как вдруг мимо них проносятся машины И обливают их грязью из лужи. И тут одна стала кричать. Да чтоб ты перевернулся, козел! А другая отвечает. Ты что? Да это же батюшка наш. Первая, омывая лицо брызгами из лужи. Делает Еленой лицо и произносит. Благодать-то какая! Главное, что кто сказал. И тогда все по-другому. Вот Самира Тагеева, это жена Мулы, мусульманка. Я про нее говорил не раз. Тут в нашем... Если зарядите, Самира Тагеева на нашем форуме. И там наша переписка с ней. Переписка большая. Мир вам, отец наш, дорогой Игнатий Тихонович. Очень соскучилась по вас. Доброго здравия вам, дорогой учитель. Мусульманка. Преподавал в университете. Сейчас в школе преподает. Умница. Она... Вес и рост ее, как наша Татьяна Кузьминичина. Одинаковая. Игнатий Лапкин. Я отвечаю. Мы с вашими друзьями всегда... Вы с нашими друзьями. С вашими друзьями всегда в наших молитвах. Мне так хочется, чтобы вы все-таки погостили у нас летом в деревне, дорогая Самира. Она отвечает. Я тоже хочу этого. Но у меня пока нет материальных возможностей. Хочу дом продать. Пока не получается. Спасибо, родной отец Игнатий. Дай вам Бог встретиться... Нам встретиться опять. Аминь. Всем нашим привет и пожелания добрые. А сегодня седьмое. За шестое я даю новости-то. Я говорю, сегодня у Самира день рождения. Я ей послал письмо, которое всем на день рождения посылаю. День рождения справлять не нужно. Поздравлять с днем рождения. Как будто тут какая-то есть твоя человеческая заслуга. Что вот год жили, нарушали заповеди Божьи, грешили. И ангел не обрезал нить жизни. Поздравлять тут вовсе ни с чем. Как говорит святой Иоанн Златоуст, празднование дня рождения Ирода закончилось гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя. Итак, дни рождения никогда не следует отмечать. Ни подарки делать, ни праздновать по-брезки. Подарки можно сделать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарствие и канон ангелу-хранителю, что сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому, причаститься, если есть возможность, сотворить милость кому-то, подать милостыню. День рождения напоминает нам о том, что на один шаг в год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А там ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергнись с себя и возьми крест твой, следуй за мною. Вот первая ступень, отвергнись с себя, расобщи свое я. Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Сирахов. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. В Библии, видимо, 7, 39. Там на одну главу меньше, по-другому считается. Дела помни о смерти, не согрешишь. Римлянам 13 глав. Так поступайте, зная, что время, что наступил уже сейчас, пробудиться нам от сна. Слава Иисусу Христу! Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. То есть ближе на один год. И потому желаю вам проверить себя, жить уже дали так, как требуется, по Слову Божию, после рождения свыше, жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого, ожидая грядущего Мессию Христа, Бога Истинного, и знать Его Святую волю, исполняя ее. Дальше заходите на наш сайт. В мой мир. Вот это. В мой мир. Туда только тоже наставьте. И сразу выкинуть. Наставьте курсор. Контор, контур. Вот здесь крайняя левая, самый уголок. И курсор. Здесь, в моем мире, 20555 наших фото. Наш видеоархив. Диск. Новый сайт. Вконтакте. Вот все здесь есть. На форум. Уже теперь не 592, а 603. Вот, попутно показать. 1603. Темы. Новое сообщение. Наш видеоканал. Новое сообщение. Откнуть надо, что там первую страницу. Видеоканал. Вот здесь 5863 наших видеоролика. Это на 10 октября было. О нашем детском лагере, которому 45 лет было. Теперь уже он в прошлом. И наш форум. Вот так. Ну, вот всем. Показать надо наши ресурсы. Кратко уже. Вот, Евгений Давыдкин. Уже понравилось видео. Это вот, видите, как я в шапке. Есть контрольные страницы. Там несколько страниц. То я там с голубем. Так вот, сюда надо заходить. Писать удобно. Вот. Это что? Этот я поставил. Которые сегодня они ушли уже. И наш форум. Форум. Все называется во свете Библии. Открытым оком. Вот. Тут лишнее сообщение. Надо посмотреть. Видишь, как выделяется красным. Вот он как выглядит. Очень сильно составленный. Умно. Легко искать. Такое богатство. Ну и наш видеоканал. Вот он. Православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вот сейчас я обновлю. И посмотрю сегодня. Что у нас тут. События дня. 20 человек. Тут про Баптиста. 45-40. В Литере. Тут проем. 26. То есть. Сегодня я после обеда поставлю. Сейчас там в другом месте. Будут заканчивать за неделю. Я в воскресенье отправляю. Что за неделю у нас ролики составлены. Я их закачать не могу. То есть. Один-два могу. А дальше он сбивает. У меня слабо от телефона идет. Хотя это конечно не потеряю. Ну и главный наш ресурс. Это сайт. Библейский православный сайт. Скажу, что равных ему нет в мировой сети. Нигде. Нету. Ну нету. 50 книг аудио. Где они начитаны одним голосом. Златоуст. Жития святых. Добротолюбие. Столько книг. Проповеди. Ну и все остальное проще. И ответов. Вот так что ответы на 55 тем. Вот они все показаны. Темы. То есть в папке. 4124. Нету. Ну а как же там. Смирнов отвечает. Ну что смеяться-то. Смирнов отвечает. Что он отвечает-то. Вы же не понимаете. Я здесь я как раз разбираю. Здесь такое есть разбор выступлений. 41 номер. Выступление патриарха Алексея Второго. Взял 60 вопросов. Которые ему задают. Как он отвечает. И дальше я говорю. Как надо было. Тогда был митрополит Смоленский. Кирилл. Теперьшний патриарх. Старобряческий митрополит. Адриан. Козлов. Максим. Амгросий. Юрасов. То есть всех. И всех взял примерно по 60 вопросов. И ответил. Почти все одинаково отвечают. Не более 6 вопросов правильно. А 55 в холостую. 54. То есть наполовину верно или неверно совсем. Вот это разбор. И при том я отвечаю по 4 параметрам. Что говорит Библия в полноте. Они никогда так не сверяются. Второе. Что говорят об этом святые отцы. 300 томов. Я их все еще не все просчитал. Это всех святых отцов. Третье. Что говорят жития святых. 1173 жития. И что говорят каноны правила. Книга правила. 719 правил. Это все надо тебе знать. Тут литература. Литература. Вот я тут отвечаю. 300 поэтов России за 300 лет. 20 тысяч файлов. Ну то есть. Ну нет таких. Нету. И думаю что. Мне просто Господь это доверил. Ну а кто-то скажет. Я отвечу. Ну ему надо жизнь такую прожить. Потому что все что я сказал. Ты не найдешь. За год или за два. Я положил больше полвека. Считай 55 почти лет. В этом ракурсе работать. Ну вот что есть. Главное вчера. Что у нас было. Первая. Литургия. Как батюшка вернулся. Это за воскресный день. Я даю отчет. Приехал к нам наш брат Потеряевку. Роман Малыш. Повернись. Сейчас мы запишем с ним интервью после этого. Он рассказал о себе. О своем обращении. Почему он сюда приехал. Ну его машина здесь стоит. Большая. Долгуша. Или как назвать. Не долгуша этот. Прицеп. Долгуша. А как ее назвать. Как ее. Фура называют. Фура. 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 Для нас были путеводителем на восток. Когда мы шли. В одном месте нету фуры. Не едем правильно. Я говорю. Фуры ни одной нету. А идут. Заехали. Сто с лишним километров. И ничего нет. Дорога кончилась. И назад. Я бросил. Ушел в одну сторону. Они стоят. Не знают что делать. Тогда дорога долдонил. Вадим. Едем не туда. Ну нету. Нету. И наконец встретили человека. Он говорит. А дорога это кончается. Дальше вообще или нету. Ну ни одной фуры нету. Куда они делись то. Едем правильно. Мужик там у колонки. С похмелья. Ответил туда. С большого будуна. Ну и завалок лезь. Они ушли туда. Куда-то я ушел туда. С собакой. Там молился. И тогда повернули назад. Слушаться надо. И смотреть на фуры. Фуры зря не будут ездить. Где попало. Ну и вчера. Наши съездили на квартиру. Которая за нами числится. Какие-то там бумажки дали. Надежда. Таня еще не принесла. Вот. На второй строитель. 62-16. Я ролик тоже поставлю. Там сняли. Где я был дважды арестован. В 80-м. В 81-м. Откуда меня в тюрьму отправили. В 86-м. Мне есть что показать. А Игнатий этот человек на меня нападал. У которого написано. Я дерьмо-то. И он говорит, что Игнатий он специально на КГБ нападал. Он специально хотел я пострадать. Ну то есть глупость. Я никогда не рвался. У меня это чувство есть. Нигде. Никогда. Ну я был кто был. Действительно так. Я не смотрел на власти. Если человек этот с властями был и в КГБ работал. Вот. В КГБ работал. В их системе даже. То я никогда там не был. Ни одного дня. И поэтому я как думал и говорил. На памятник Ленина писал стихотворение. Которое. Там стоит в своей роте череп. По мёду птиц подставил голый череп. Вожь атеистов. Сон мещают. И они письма перехватили. И то другое. Там дальше было. За архипелаг ГУЛАГ. Ну там Златоус начитан. Там мешками везли всё. И вот у меня сохранились хорошие отношения с КГБ. И кто меня курировал. Никулин. Юрий Михайлович. Полковник. Ко мне на дом приезжал. И привёз меня из тюрьмы. Меня из тюрьмы выпускают. А он приехал на машине меня привезти домой со следователем. Ну спросите с кем так было. Я вашей матери обещал. Это интеллигент настоящий был. Вот как. Я вот как раз сказать. Моя жизнь маленько отличается от жизни того кто нападает. Не надо нападать. Я на вас ещё не имею кто-то нападает. Я молюсь за вас. Чтобы ваше безумие в судный день Богом не было помянуто. Вот за один день я отвечаю. И вчера допустим. Я когда отсылаю. То. Ну свои. За одну неделю. Что у нас было. Вот вчера. Это уже. Это за каждую неделю. Это 74. Написано. Что у меня вчера отправил. Я за неделю набрано 40 гигабайт. 95 файлов. 15 папок. Вот я. Это за одну неделю. Вот оно где. Вот за неделю. Недельная. Вот она открылась. Вот она где. Вот тут не увидишь где-то. Это за одну неделю столько. Но за другие там поменьше было. И вот каждый. Каждая неделя. Сколько файлов. Сколько гигабайт. С какого числа по какой. Ну и все это сдается в архив. Где-то там хранится. Так что. Весь я не умру. Как Пушкин говорит. Весь я не умру. Напомню. Даже если все ресурсы наши. Господь допустит. Уничтожит. То все это остается. На другие ресурсы. Будет перезалито. Перезакачено. И работает. Нападают некоторые. А их никого там нету. Два человека. А мы как-то собрались. День сайта. Отмечали. И 13 человек только было. Кто-то финансирует. Кто-то помог раньше. Вот это. Это вы не думайте, что так просто. Вот смотрите. Допустим. У вас есть эти Библии? Ну и что? Ну вот вопросы и ответы. Ну и что? Да ничего. А что мне надо? Вот допустим. Надо мне открыть стихи. Или звук и видео. Я только нажимаю. Вот оно какие видео. Беседа с Александром Менем. Вот оно все. Опять ткнул. Опять откроется. И вот как непросто это было. Допустим. Ну я открыл вопрос. И мне интересует вопрос. Будущее мира. Б. Вот пятый. Я ткнул. Открылось. И написано. Какой вопрос. Какой книге он у меня напечатан. Какой том. Пророк Амос пишет, что будет время, когда от моря до моря будут ходить люди. Это мне в университетах задавали. Вопрос 1028. Теперь в него надо ткнуть. И он откроется. Вот это черным, жирным шрифтом, курсивом, это из Библии взято. Вот считай сколько. И сколько из святых отцов беру, каноны. Каждый ответ. Вот так. Скажут нам люди слово Господь, и пусть же вернется к нам. Бога нет. Вера Кушнир. Тут 300 поэтов зарубежных. 300 своих. Добавляют стихи. Своих, то есть русских. И вот вернусь. Чтобы вот это сделать, вот это открыть. По одному вопросу. Это же тема огромная. Есть такой ответ. Там на несколько страниц. И как это сделать? Ну это надо работать было. Вот. Если я скажу, допустим, что тут у нас есть. Книги, проповеди, стихи, звук и видео. Это звук и видео. Это не то. Это надо где-то, допустим, златоусток. Где его как найти? Проповеди. Или звук и видео. Ну-ка, если звук и видео открыть. Еще что-то есть. Ну да, все. Фотоальбом открыть. Видите, как составлено. Ткни. Дальше нужно ткнуть. Стихи. А я не знаю, как, допустим, я насчитал. А-а-а. Звук и видео. Опять вернулся. Звук и видео. Вот я хочу послушать «Жития святых». Детский концерт. Так, где тут? Творение. Вот «Жития святых» 12 книг. Нашел. Вот я его ткнул. Ткнул. Вот они, 12 книг. 12 книг. Из 12 книг, а на каждый день «Жития святых» с 1 века берут. С 5, с 10. Я выбрал из 12 книг 1 век. Потом 2 век из 12 книг насчитывая. 3 век. 4. Получилась картина «Церкви в развернутом беде». Это тоже никто никогда не делал. Никогда. От создания мира. Почему вы сделал? Я не знаю. Просто у меня внутренний голос говорит. Каталог. Вот теперь. А какого кто? Вот это каждая дорожка. 2 часа 5 минут. Это одна дорожка. А 4 дорожки, получается, в 8 часов 20 минут. Вот это кассета. И вот самый большой, это 4 век. Вот сколько их дорожек. Это все насчитано. Вот «Златоуст» 12 томов подарили мне. Подарил Арсений Кондратюк в Синоде зарубежном. Оттуда я привез, в самолете держал этот чемодан. А компьютер или это выбор был. И компьютер Виктор Потапов подарил. Я оставил. Мне нечего вспомнить. И вот теперь меня интересует, в каком веке и кто? Каталог написано. Каталог составить. Вот смотрите, я нажимаю на него. Не балуйся здесь. Вот. Каталог. И вот каталог. Просто оцените. Имена святых. Минуты, секунды. На какое? Время начала звучания данного жития. Теперь все это уже дорожек-то нету. Файлы. Вот 1 век. 5 сентября. Захария. Пророк. Ну, сколько минут, сколько секунд. Сколько занимает место в бумажном варианте? Три страницы. Каждый святой. Вот здесь вот сколько? Вот есть 1173. И вот они на каждый век. Второй файл. Это к первому веку. И вот святые. Какого числа по старому стилю? И сколько страниц занимает? Вот самые 13. Что? Марк, апостол, евангелист. Тоже. Седьмой файл, девятый файл, десятый. Вот. А которые файлы до конца, они должны быть все 2 часа, 5 минут. И бывает свободное место. Тут я уже насчитывал из объяснения, так, щите их, ну, жития святых, обучения оглашаемых, блаженного Августина, так, великий Анастасий Синаевский, Григорий Богослов. То есть освобождившийся место на пленке, чтобы с новой катушки мне начать. Второй век. Вот она идет. Вот. Все святые. До одного. Третий век. Вот смотрите, я перекручиваю. Третий век. Это надо составить было. Вот это вот. Тут помогал Сергей Пупков немного. Третий век. Вот она. Сколько еще. А вот теперь смотри, сколько здесь дополнения. Кирилл, епископ Артинский. Стефан, папа римский. Космая Дамиян. Настольная книга священнослужития. Епимах. Ну, тут все. Отворение Василия Великого. Ян Затауз. Продолжение. День Святой Жизни. Григорий Метрополита. То есть дополнительных житиям сколько? Четвертый век. Вот сейчас я, смотрите, прохожу. Медленно. Сколько здесь? И каждая строчка. Вот файл. Файл два часа. Это я языком шевелил. И надо прочитать было с выражением. Вот. Это столько четвертый век. Вот бывает файл коротенький. А бывает тут много вот жития. Почему? А тут короткий. По две минуты. А вот этот две всего. Ну, 23 страницы. 5, 10, 17. Это уже на другой файл. Вот оно и кончилось. 23, 5 и 10. 33, 38 страниц на одну дорожку. И мне надо насчитывать было на одном дыхании. Чтобы не прерывать. Записывалось на несколько магнитофонов. А потом уже 10 магнитофонов. Маяк 205. Вот он стоит как раз внизу. 205. На скорости 19. 19 сантиметров в секунду. На две дорожки в одном направлении. А прослушиваю. Тогда опять на 4,7. И по одной дорожке можно слушать. То есть одновременно 10 магнитофонов строгают туда на той скорости. И это у меня уходило иногда неделю. Неделю я переписываю. Когда размножаю с оригинала. Оригинал-то и стирается. Я от него делал подконтрольный. Пленки разного размера. Были 270, 375, 525. Их по одной дорожке надо было тянуть. Приготовить оригиналы на данный размер. А потом оригинал ставить. Там на перском закрыть красную кнопку. Чтобы не нажали. И теперь одной кнопкой все срывается. Без Речкунова Алеши это не сделать бы. Это он мастер был высочайшего класса. Бог дает. А она ферромагнитный слой срывает. В комнате дышать нечем. Он поставил вентилятор. Что-то нам все это выносило. Невозможно. Отец Аким звонит. Ну как там дела? Да. На полу отдыхаю. Это означает спать не ложился на кровать месяцами иногда. Просто сяду, обопрусь о спину. И когда в конце ракорт белый. Ленточка наклеена. А дальше красный. И когда захлопают они на всех-то. А я слышал хорошо. И я сразу просыпаюсь. Надо перезарядить. И сразу записать какая дорожка. Иначе все будет сбой. Представь себе. Оригинал на одной. А то на другой. И все это. И сделать сколько? Сто экземпляров. У меня штабелями пленки были. По всей стране развозили. За границу попадали. Ну у кого это было? Магнитофонизация всей Сибири и России. И кто писал это о нас? Написал Балашов Николай. Это доктор богословия. Доктор богословия сейчас. В московской патриархии конечно. И вот он главный помощник был. Ходотайство за меня и прочее. Очень хороший человек. Вот это для слова Божия не туз. Вон там показано. Вон и яромонах еще собрали документы. Вот это все за четвертый век. Вот смотри все перечисляю, переношу. Вот пятый век начался. Это вот мелькает строчки. Строчки. И вот это каждого файла это 2 часа 5 минут. Ну и что? Ну ты напал на меня. Ну сказал. Ну обозвал. Что я не хотел работать. А у меня выработка на стройке, когда работали от Мостопоезда, Алтай-Транстрой. Я плотник, плотник, стекольщик, печник, каменщик. Ну разные-разные работы. Я прорабом когда-то работал. И выработка всегда была 280-300 процентов. Первое место в тресте. Я не работал. Это надо, ну говорится, с глубокого похмелья такие слова говорить. Ну как, ну и хорошо. Значит, сатана знает. Вот я насчитываю архипелаг ГУЛАГ. Притом без сокращений. Им капресс. Это в то время достать было оттуда такие книги. Это вообще. И второй раз пленки на пленку насчитал. Теперь уже они. Ну зарядите. Игнатий Лапкин, архипелаг ГУЛАГ. Два слова. Зарядите. И можете слушать. А один говорит, да как он насчитывал-то. У него ударение не там. Его расстрелять мало, к стенке поставить. А другой говорит, я все время хотел и нигде не мог найти. Наконец нашел. Так это настоящий зэк. Считаю, сейчас артисты слушать даже не хочу. Говорит. Вот это, говорит, насчитано. Ну на всех не угодишь. Один к стенке поставить, а другой дефирамбы. Акафис пишет. И вот здесь. Вот что тут насчитано. Вот это вот все насчитано. И все можно легко найти. Вот я попутно про это сказал. Что значит наш сайт. И поэтому у нас коллектив сфотографирован был. Но разные люди помогают. Я не плачу ни за компьютер, нигде, ни разу. Компьютер не покупал. Новый принтер. Я ничего не покупал. У меня нет ничего. Я не нуждаюсь. Государственная вещь. Как Ленин говорил о том, кто не заботится о своем здоровье. Что заботиться надо. Обо мне заботится Христос. Не Ленин. И поэтому посылает людей. Притом сами. Ни у одного ничего не просил. Вот еще главное. Ни у одного не просил. Я всегда... Я правильно говорю? Нет. Ты это знаешь. Я не просил. И вот нынче только за лето через мои руки прошло 777 тысяч. Это что-то стоит? Будет приобретенные дома. Лагерь будет теперь... Лагеря не будет, а будет вот так приглашать. Ну, а на самом деле дети будут отдыхать. Ой, пришла сама. Ну, вот теперь сказать. Господь как благословляет и все. Вчера я не сказала, когда говорят о нашей общине. Вот кто-то болеет, кто-то умер. Как наша община существует, непонятно. Потому что при самом основании общины, создания, было поставлено условие, которого нигде ни у кого нету. Нигде нету. Ни у православных, ни у католиков, нигде. Никого к себе не приглашать. У нас человек сначала фильтрацию проходит, пока придет. Пока мы его узнаем, сходим на дом, на работу, близко знаем. Тогда разрешаем прийти один раз. Да как у вас люди будут пребывать? Не знаю. Кто будет проситься? Тот может быть. Вот сейчас одна попросилась быть членом нашей общины. Попросилась. И в декабре должна приехать. Она уже приняла крещение у нас. И мы уже ожидаем, договорились, где она сама просилась, договорилась с Надеждой Васильевной жить у нее. Вот. Вот как. Нельзя приглашать к себе. Понимаете, что это ненормально. Ненормально. Ну, а почему, спрашивают. Потому, что несмотря на то, что у нас все крещеные правильные, люди хорошие, жертвенные, но в глазах людей-то мы можем показаться не такие. Я говорю, увидят карикатуру. Мы людей просто оттолкнем. Мы не такие христиане. Где мы вознеслись? Где гордыня? До большего самого уничижения, чем у нас вообще не найти. Этого нигде нет. Чтобы к себе запрещать приходить. А без разрешения пришел, отправим назад. А приехал где-то без разрешения, отправим назад. Пока не разрешим. Пока все, постараемся не узнать. Вот какое дело. Да еще в Потеряевке писать заявление. Здесь заявление писать и в течение года не имеет права голосования. Право голоса. Вот какие у нас правила. Ну, и все на этом. Богу нашему слава. Во веки веков. Богу. Продолжение следует...